Вы думали когда-нибудь о том, что кто-то опоздал прийти к Иисусу, спасение оставив на потом, когда от дел земных освобожусь я? Шел в Палестине тридцать третий год, под римским игом там народ томился, и, наконец, явился людям тот, о ком сам старец Симеон молился. И потекла учеников толпа, одни пришли чему-то поучиться, другие — осудить слова Христа, а третьи — просто, чтобы исцелиться. Не все успели сына увидать, успела Закхей, успела Магдалина, и одержимой дочки еще мать, и десять прокаженных, шедших мимо. Успела и наинская вдова, хотя и не искала этой встречи, Фома услышал Господа слова. Внимала самарянка дивной речи, расслабленного друга принесли друзья к Христу, и тоже увидали, и женщина почти что без крови, и мальчик с рыбкой и питью хлебами. И в Артемии спасителя нашел, и сотни ко Христу слугу отправил, и даже фарисей к Иисусу шел, чтобы сравнить с ним свод еврейских правил. Но вот настал тот день, спаситель взят, в притории избит, на казнь отправлен, Между двух разбойников уже распят, уже ко гробу привалили камень. Но кто-то в пятницу его искал, планировал прийти к Иисусу завтра, надежды на субботы возлагал. Но нет его, во гробе он, распятый, а кто-то метил ко Христу поход, когда дела окончит воскресенье. Христос ведь не уйдет, он подождет, я дочку приведу на исцеление. Но нет Христа за городом с утра, и нет его в соседних поселениях, Не даст приюта Господу гора, расходится толпа в недоумении. Кто в Палестине опоздал тогда, спасителя воочию увидеть тому второго шанса никогда дано не будет, тяжело, обидно. В наш двадцать первый электронный век, как и тогда, в далекой Палестине, Не опоздай на встречу, человек, пока ты жив, ищи той встречи с Сыном. Аминь.